16 по 22 сентября по всей Европе пройдет неделя мобильности. В рамках нее пройдут мероприятия, призванные продвигать альтернативные автомобилю способы и средства передвижения. Эксперты программы развития ООН в Беларуси совместно с Белорусский союз транспортников уже провели информационные встречи в нескольких городах Беларуси. Подобный семинар состоялся и в Пинске. Когда мы говорим об устойчивой мобильности, мы говорим о том, что наши передвижения не наносят вред окружающей среде. И они социально справедливы, потому что не каждый человек может застись за руль собственного автомобиля. Ну и потом, если мы все одновременно сядем, то наша жизнь будет проходить просто в пробках. Поэтому, когда говорят об устойчивой мобильности, мы подразумеваем, что это возможность каждому выбрать способ передвижения, но тот, который не создает никаких проблем для других или для окружающей среды. По оценкам специалистов, Пинск имеет множество положительных моментов. Здесь модернизированы главные магистрали города, центральная улица Пешеходная и, самое важное, налаженная эффективная работа общественного транспорта. Парк автобусный, который, я как транспортник знаю, имеет очень давние традиции и всегда был одним из лучших предприятий. А, скажем, всегда устойчивой мобильности и стержнем останется общественный транспорт. Конечно, ни в Минске, ни в Пинске все не смогут пересесть на велосипеды. К тому же, с каждым годом растет число велосипедистов. А в связи с этим в нашем городе проводятся хоть пока и немногочисленные велосипедные марафоны, а также другие интересные мероприятия. А сколько акций таких интересных, которые, наверное, бы позавидовали многие в Европе, как конкурс детских колясок. Возьмите там акции, которые в Столине, возьми попутчика. Это европейская акция, которая известна только тем, что она есть в Берлине. Почему неизвестно, что это есть в Столине. Поэтому наша задача популяризировать эти хорошие такие примеры и о них рассказать всему миру. Как сообщает пресс-центр Пинского грисполкома, после соответствующей консультации и обсуждения с администрацией города принято решение присоединиться и провести соответствующие акции. В скором времени хартия Европейской недели мобильности будет подписана, и Пинск станет полноправным ее участником. Продолжение следует...